Здравствуйте! Есть такой термин в современной культурологии, постмодерн называется. Вот у нас была эпоха модерна. В эту эпоху произошла, скажем так, некая ревизия с точки зрения современности, бывших культурных ценностей в эпоху модерна. Всё стало несколько иным, красивенькое стало. Это, скажем так, начало XX века. Это московский модерн в архитектуре. Знаете, дом-музей Горького. Это бывший особняк миллионера Рябушинского. И вот он сделан архитектором Шехтелем в стиле московский модерн. Вот модернов много разных у него лиц. Модерн. Арнуво ещё называется. Вот нас называют модерн, а вот в Париже арнуво – новое искусство. Ну, вообще говоря, арнуво, конечно, внешне отличалось от стиля прежних классицизма, там всякого рококо, там, ой, ампира. Но смысл был такой, что так или иначе всё это искусство занималось какой-то проповедью. Проповедью чего-то хорошего, чего-то лучшего. Вот, ну, скажем так, она её пыталась усовершенствовать, чтобы делать менее такой навязчиво-дидактической. Да, если вот в классицизме там такая вот постановочная сцена, вот кто-то там укоряет, кто-то восхищается, кто-то переживает. Да, вот это в живописи. Ну, а тут уже всё меньше и меньше такой дидактичности. Это вам уже не пуссен, это уже как будто фотография из такой вот жизни, то ли народной, то ли какого-то, значит, слоя населения. Вот такой, понимаете, да? Вот художники-передвижники, да? Это всё ещё вот такое искусство, классическое искусство, которое ставит перед собой задачи. Что-то такое вот проповедовать, что-то нести, понимаете, к чему-то призывать, от чего-то предостерегать. Может быть, разные авторы к разному призывали, от разного предостерегали. Кто-то звал к обновлению социальному, а кто-то говорил, не надо ничего обновлять, не надо трогать, надо жить как в старые добрые времена. А потом случилось то, что случилось. 20-й век наступил. Во-первых, началась война. Вообще, как-то вот 20-й век, он начинается у нас, одни говоря, с 14-го года, ну, по сути, по смыслу своему, да, понимаете, вот так вот некий рубеж перепереден был, да? Кто-то с 14-го года, то есть империалистической войной, как в советское время называли, а сейчас принято называть Первой мировой войной. А кто-то говорит, а вот, знаете, ещё в 12-м году, 1800, когда Титаник утонул, вот человечество как-то оказалось разочаровано в своих силах, ведь такое замечательное было судно построено, которое вроде ничего не боялось, и бац, и вся огромное количество жертв. Ну, может быть, может быть, это, конечно, трагедия, но вот война Первой мировой, это вот действительно всё повернуло, потому что, понимаете, война была новая. Тоже вместо, так сказать, Арнуво некая новая война. Крушила и мочила людей. Люди уже перестали быть какими-то, так сказать, индивидуальными героями, как в стиле всяких там Ахиллов и Патроклов древнегреческих. А просто вот, ну, пушечное мясо, очень расходный материал, да, никуда не денешься. По ним стреляют, их убивают. Вот их надо побольше выставить, чтобы противник побольше израсходовал патронов. Да, ну, страшное дело было. Ещё не знали, как с этим справляться. Это была не только революция в военном деле. Бог с ней, мы сейчас не о военном деле говорим. Это была ещё и революция в сознании. То есть человечество поняло, люди поняли, европейской культуры, которой мы с вами так или иначе принадлежим, что как-то вот всё, к чему звали-то, легко перечёркивается. Не все звали. И немцы звали, и французы звали, и британцы звали к светлому, к хорошему, и более того, и наши, и россияне звали, русские художники, русские писатели, к чему-то возвышенному, благородному, а тут бац, и смерть в каком-то мокром окопе. Дальше-то хуже было. В России случилась гражданская война, когда вообще жизнь человека ничего не стоила. Вот это вот первые годы советской власти с её безмерным, так сказать, кровопролитием. Потом случилась ещё эта коллективизация, с индустриализацией. В Германии тоже было не всё спокойно, как говорится. А потом вообще мировая война новая началась. Ну, короче говоря, когда всё это закончилось, а эпоха потрясения, которая началась в 14-м году, по сути дела, закончилась она в 45-м. Только после победы во Второй мировой войне победили свободолюбивые нации, которые организовали организацию объединённых наций. Так тогда говорили, вот они, свободолюбивые нации победили. Ну, победили-то не победили, и встал вопрос. Вот, понимаете, ну, победили, а теперь должна быть мирная жизнь начаться, да? И действительно началась мирная жизнь по всему свету. Где-то с небольшой задержкой, где-то, значит, сложности были, как в Китае, как в Советском Союзе. Но в Советском Союзе потихонечку уже при Хрущёве началась, действительно, вот, ну, более-менее, более-менее нормально стали жить. Чё ещё тебе надо, говорили старики, что ты жив и на свободе, чё надо. Действительно, вот это было самое главное, жив и на свободе. Так вроде никто особо не посягал на свободу и на жизнь. Ну, вот, сиди себе, работай, дыши в две дырочки, и будешь спокойно, никого не трогай. Тебя не тронут. Вот, но так ведь сзади всё это было в прошлом. Все эти ужасы. Это ведь люди были, которые были воспитаны классической культурой, да? О том, как вот по благородству, да? Они читали книги Жюля Верна, они читали, кстати, любимый автор был Тест Геринга, Жюль Верн, да? Он перед тем, как покончить с собой, прочитал всё собрание сечения Жюля Верна, да? Вот он. Ну, Карла Майя Гитлер очень любил тоже. Ну, и не одни они любили книги хороших авторов, которые описывали благородные поступки, героев. А тут вот людей привозят в концлагерь. Выдают им буханку хлеба. А другие такие же смертники люди, у них эту буханку отнимают. Вот. Никакого благородства. А вот умер товарищ, вытащил у него печень и съел. Это вообще уж каннибализм. Но иначе он не выживет. Понимаете, какая история-то? Умри сегодня, а я умру завтра. Короче говоря, вот тут-то как раз и появилось такое отношение ко всему багажу, накопленному человечеством. Вот к этому вот багажу, ну, как сказать, интеллектуальному, эстетическому багажу. Отношение, я бы сказал, такое немножко шутейное. И носит на название постмодерн теперь, да? Когда все вышучивается, высмеивается, все шуточка, вот черный юмор. Вот, ну, потому что как-то серьезно сказать что-то красивое, никто не поверит. Но скажет кто-то, буду любить тебя до самой смерти, ну, ладно, что тебя сейчас задают автомобилем, что ли, ты рассчитываешь? Да нет, ты будешь жить и разлюбишь, и уйдешь в другое, заведешь себе другое. Вот, ну, какие-то такие вот дела были непонятные. Вот это называется постмодерн. И даже отношения между людьми стали какие-то часто шутейные, как-то вот всерьез ты не поговоришь. И вот вы извините меня, но вот мы, значит, физики, да, помните про нас, про физиков, как говорили? Физики, они большие шутники. Физики шутят, да? Вот, физик, значит, он юморист, да? Вот кто-то про меня как сказал, ну, ты знаешь, он же, говорит, физик, такой очень жизнерадостный человек с немного глумливым юмором, надо всем может постебаться, посмеяться, да, по сути дела. Как-то, помню, у нас на СГУ-ТВ мы снимали одного академика, академик, не помню его фамилию, он по части, значит, ну, гуманитарных наук академик. И вот, значит, мы тут разговариваем со святителем, он же оператор, он же святитель, тут у нас так тоже такой постмодерн был. Вот, как он-то ставит свет, что какими-то шуточками дежурными обмениваемся. И он такой, да, академик смотрел, смотрел, говорит, о, говорит, у вас постмодерн. А действительно мы всё не всерьёз говорили. Вот начнётся всерьёз, достанешь нож и его зарежешь в спину. Вот такой вот, что значит постмодерн? Вот что значит постмодерн. Мы только прикрываемся от некой культуры. То есть мы вот эту вот разбитую вот этими двумя мировыми войнами, всеми прочими катаклизмами культуру собрали по кусочкам, слепили из неё какое-то вот такое вот покрывало и прикрываем свою наготу безобразную. А на самом деле там никакой у нас культуры-то уже, простите меня, не осталось. Вот такая вот история получилась. Вот что такое постмодерн-то? Очень печально на самом деле. И вот при всём при этом я вот вам это вот рассказываю, да, вот постмодерн, вот это настоящий постмодерн. Это для чего я рассказываю? Вы ведь знаете, для того, чтобы в конце попросить у вас денег. Вот я вам рассказал, что всё гадко и всё плохо, и все мы гады и шакалы брём всё время. А в конце говорю, ну подайте мне на пропитание. Здесь есть же у вас хоть капля доброй души, да? Я вот сейчас даже сам сомневаюсь, прошу я или стебусь. Но на самом деле я прошу. Внизу у меня под видео есть номер сбербанкской карточки. Туда очень удобно деньги перечислять. Но PayPal есть, это международная система. Туда тоже удобно деньги перечислять. Яндекс.Деньги, Киви, кошелёк, кошелёк, ВКонтакте. Ну это, в общем-то, скорее внутрироссийские каналы передачи денег. Есть номер счёта в Сбербанке. Туда вы можете дать указание своему банку, чтобы он регулярно мне туда перечислял какую-то сумму. Вот. И есть ещё Donation Alerts. Очень удобная система. В принципе, и за границей тоже идут деньги. PayPal, он международный. Вот как мне с Украины перевести? Вот через PayPal можете переводить деньги. PayPal. А тут хоть туда даже из Новой Зеландии перечислять. Да. Ну спасибо вам, что послушали меня. Я вообще, в принципе, мне очень грустно как-то сегодня. Почему-то не знаю. Мне завтра к врачу идти. И грустно-то не из-за врача, а как-то вот что-то надо менять. В моём постмодерне. Ну всех благом. Жду от вас денег, кстати говоря. И это не постмодерна, а реальная жизнь.